Итак, дорогие мои, вы знаете, что я делаю всегда, ну или не всегда, часто очень, бывает пчелиный воск использую, но для глаз пчелиный воск не подходит, потому что он очень тяжелый. Я использую сегодня детский крем с календулой лекарственной. Очень люблю этот крем использовать, он как никогда подходит по всем ингредиентам. Это мы уже изучили, чтобы не был тяжелым. Так, добавляю, кладу сколько мне нужно, примерно вот на такую вот тару. Ну а буду, сейчас я его открою. Покупайте крема в аптеке, всегда советую детский, там самый нейтральный PH, ну вот так вот нам хватит. Дальше, и очень хороший состав. Дальше, вот в этот крем мы сейчас капнем буквально одну капельку эфирного масла из сопа, больше нельзя. Одна. Ну, не хочет. О, все, есть, больше не надо. Так, а вот эти все крема нам капать не надо. Пока не надо. Дальше беру алоэ вера, который у меня уже пролежал заведомо заранее, где-то буквально месяца два в фольге, в холодильнике. Таким образом он набрал всех лекарственных, этот лист набрал лекарственных свойств. Теперь он действительно, вот, пошел, вот туда, капельки алоэ вера. Это, как бы, кислота, которая нам нужна. В этот раз у меня алоэ вера заменяет эту кислоту. Очень много целебных свойств. Все, достаточно. Дальше, дальше добавим все масла. Вот эти вот я положу сейчас, поставлю на паровую баню. Итак, первое пошло, мы видим масло ши. Сейчас скажут, не надо ложкой железной. Ничего, ребята, нельзя в железной таре хранить. А пока я делаю, все можно. Дальше. Дальше у меня идет масло череды. Пять капель. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Дальше у меня идет масло пшеничных зародышей. Пять капель. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Я, извиняюсь за звук, но чайник по-другому не работает. Дальше. Все это я смешиваю. Вот уже у меня и растопилось. И буквально вот оно тепленькое. Все. Все эти масла взаимодействуют. Все, все. Вот они взаимодействуют. Пока они взаимодействуют, можно добавить сюда витамин Е. Витамин Е можно добавить половину чайной ложки. Не больше. Так. Все. Очень хорошо для глаз витамин Е. Очень хорошо. Кстати, витамин А и Е. Хорошо. Все. И вот оно такое я вот проверяю вот так. Тепленькое. Тепленькое. Пойдет. Отлично. Помешало, помешало, помешало. Теперь я добавлю. Выключаю. И в теплую эту смесь добавляю немножечко глицеринчика. Сколько? Да капельку немножечко. Капелюшку. Вот. Такое количество. Все. Этот глицеринчик будет и увлажнять, и помогать впитываться. Все. Вот такая добавочка сейчас пойдет к нам прямо сюда. Оп. Пошло дело. Это же самое главное. Из-за чего наши глаза молоденькие. Из-за того, что тут витамины. Тут алоэ вера. Тут уникальные масла. Ну вот, дорогие мои. Теперь вот это все нужно нам помешать. Хорошенько-хорошенько. Как можно тщательно. Чтобы у вас была вот такая однородная масса. Не взбивать, но что-то вот около того. Посмотрите, какая масса отличная. Для глазок это то, что надо. Это ночной крем. Все. Ваш крем готов. Пожалуйста. Каждый раз, когда вы делаете, делайте почаще. Делайте разные ингредиенты. Один раз алоэ, другой раз золотой урс. Третий раз кислоту покрепче. Но не такую, чтобы щипало. Все. Я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя. Вот так. Продолжение следует...